Уважаемые братья, очень радостно то, что мы, духовные служители двух культур, двух религий, совместно работаем над общим проектом. Общим проектом обустройства, скажем так, неких площадок для взаимообмена опытом, где каждый человек может быть услышан, каждый человек может задать вопрос, получить помощь, не только информационную, но и моральную, психологическую, быть в курсе тех событий, которые происходят у нас сейчас в стране, и как на некоторые события реагировать. Реакция у человека должна быть правильная. Почему? Потому что от этого зависят его поступки и те цели, которые он будет после этого перед собой ставить. Аллаху маэнзельна мэнзелин, мугаараку антахариму зелин. О, Всевышний Аллах, просим у Тебя сделать Кур'ан весной наших сердец, нашим светом и избавлением от печали и забот. О, Аллах, и не оставь нам ни одного греха, не простив его, и ни одной печали, не избавив нас от нее. Я уполномочен начать сегодняшнюю встречу. К нам прибыли уважаемые наши гости, люди, которые живут в Москве, но посчитали нужным встретиться с вами, рассказать о многом интересном и полезном. Я в данном случае представляю межрегиональное общественное патриотическое движение «Вечно живые», руководителем которой является Фёдор Олегович Туркин. Уважаемый человек, который много делает для воспитания, для образования. Человек, который руководит организацией «Вечно живые», проводящий различные встречи, которые подчеркивают и утверждают наши традиции, традиции людей и народов разных национальностей, проживающих на территории Петербурга и Ленинградской области. Наша встреча сегодня идет под девизом «Все мы братья». То есть главная цель – это взаимопроникновение в большей степени культур, помощь в каких-то вопросах, которые, может быть, недостаточно известны и освящены. И вот с этой целью, прежде всего, духовное направление проводится сегодняшняя встреча. Я хочу представить наших гостей. Это вот Дмитрий Вячеславович Пахомов, москвич. Он сопредседатель Всероссийского общественного патриотического проекта «Земля героев». Как я понял, он имеет духовное и образование, и направление, и, можно сказать, священник. В какой-то степени. Ну, в какой-то степени, да. В большей степени он известен как общественный деятель. И хочу представить также Дамира Тафликовича Хусаинова. Он полномочный представитель председателя Духовного управления мусульман по северо-западному округу Российской Федерации. Полномочный представитель шейха Муфти Равеля Гайнууддина. И представитель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга Ленинградской области. Имам, хазрат, наставник, учитель. То есть, все, что это в себя включает. Ну, с сегодняшней встречи мы начнем с встречи нашего гостя. Да, гость Дмитрия Вячеславовича Хакова. Пусть я просили встать здесь, чтобы камера... А, давай сюда. Дорогие друзья, хочу вас поприветствовать по исламской традиции. Ассаляму алейкум, рахматаллахи, ба баракату. Пусть вышли и пошлет каждому из вас свое благословение, свою благодать. И пусть он наполнит наши сердца и наш разум благими мыслями, благими начинаниями. А наши дела все будут посвящены его славе. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы поговорить о том, что нас объединяет. Вот часто говорят, приехали люди из Средней Азии, они работают, называют трудовыми мигрантами. Часто у них какое-то уничижительное отношение бывает. Хотя на самом-то деле, еще 30 лет тому назад мы жили в одной стране. Мы все были частью одного и того же народа, советского народа. И в годы Великой Отечественной войны мы все вместе, причем ключу, защищали нашу родину от фашистов. И героев Советского Союза, которые являются выходцами из Средней Азии, тоже бесчисленное множество, более 70 человек. И вот здесь вот в годы блокады на Ленинградском фронте воевали выходцы из Средней Азии. И совершали подвиги выходцы из Средней Азии. И никто тогда не спрашивал, когда из Центральной России люди уезжали на территорию Средней Азии, в республике Средней Азии, уезжали для того, чтобы спастись от бомбежек, от войны. Никто не спрашивал там, принимают русских они или принимают чужих. Принимают людей другой веры, принимают людей другой культуры. Никто не спрашивал. То есть мы все были едины. Сейчас ситуация как бы поменялась. Что является причиной того, что она поменялась? Не только потому, что государство, Советский Союз развалилось. А еще и потому, что мы забыли, что у нас есть общие моменты. Общие моменты даже в религии. Потому что в исламе, в священном Коране, называются священные тексты. И христиане, и иудеи именуются людьми книги. То есть есть те священные тексты, и священные описания, и священная традиция, и священная история, которая едина для всех нас. Вот пророк и праотец Авраам, Ибрагим, это общий отец всех верующих. Как христиан, так мусульман, так и иудеев. Есть такое понятие, как авраамические религии. Мы все восходим своими корнями к Аврааму. И вот в одном из хадисов описывается такой, достоверный хадисов, описывается такой пример, когда отец верующих Авраам, когда он только обратился к единобожию, он думал, как ему распространить это учение по всему миру. Аллах ему дал такое повеление, Бог ему дал такое повеление. И вот мимо его дома идет некий странник. Странник, который был ограблен бандитами во время своего пути. И он попросил у него поесть. Он его накормил, принял. А так получилось, что Авраам, Ибрагим, решил, что вот не должен ему принимать. Он язычник, и он странно выглядит. И он его прогнал. И вот Аллах к нему обращается и говорит, как ты прогнал этого человека, я послал его к тебе, потому что он тот должен помогать тебе распространять имя на Божие. И тогда он его догнал, накормил, вернул, так сказать, в свой дом, накормил его. И потом выяснилось, что этот человек, он очень богатый купец. И действительно, он вернувшись к себе на родину, он настолько восхитился таким жестом Авраама, Ибрагима, что тоже принял единобожие, вернулся к нему, и вместе с ним стал распространять слово Всевышнего. И когда к нам в храм пришел человек, целая семья, тысячи людей, это было позапрошлым году в Москве, это узбеки, одетые, соответствующие богатые, они поехали к родственникам. Они говорят, помогите нам, накормите нас. Там кто-то охранника позвал, охранник пытался их прогнать, я выхожу, говорю, нет, ни в коем случае. Мы их накормили, дали им деньги. Я позвонил своему знакомому, имам Хатиму в мечети исторической в Москве, на Большой Татарской. Он сказал, давай их ко мне. Они тоже их накормили, тоже дали деньги, и они уехали к себе в Узбекистан. Еще деньги они расстались на дорогу и на расходы. То есть, видите, забота, любовь, она всегда порождает ответную любовь. И вот то, что сейчас говорят, что мы чужие, а некоторые говорят, ну там, депортировать всех, закрыть границу, это неправильно. Надо любить друг друга. Я много ездил в последние Азии. Я был в Узбекистане, в Кыргызстане, в Казахстане. Я был много. Я был в Турции, в Египте, в Ливане, в Сирии. Я знаю, что такое исламский мир. И вот был такой случай в Турции. Я ехал автобусом обычно из Анталии в Кайселе. А второй раз в Анкару. Ну вот первый, я запомнил. Я ехал в Кайселе. И вот я турецким языком не владею. И вот подсаживается ко мне человек, который, как я потом узнал, учится на Дерсе. И мы начали общаться через телефон. Начали общаться через телефон, через электронный переводчик. И в итоге мы разговорились посредством этой волшебной коробочки. И когда была остановка, то есть люди пошли есть. Они мне говорят, мы тебя накормим. Я сажусь, они меня накормили. Накормили. И говорят, у Рус Папа, у Русский Фоп, там братья от благодать. Что-то кто-то детей стал ко мне подводить. Почему? Потому что они говорят, что ты верующий человек, значит у тебя благодать. Тут турки, простые турки. То есть верующие люди. То есть это не в городах каких-то, а вот обычные турки, живущие в обычных деревнях, населенных пунктах. Почему это происходит? Потому что верующий человек всегда поддержит верующего человека. И не было никогда таких примеров, даже в Каире. Я в Каире ходил в подвязники. В подвязники видят, что я не мусульманин. В районе университета РСК. И прохожу, мне кто-то бесплатно даст, то одно, то другое. Я просто удивляю их, да? Я думаю, как? А принято, оказывается, собрать их принимать. Ведь даже они христиане, но все равно. Мессих, значит, ты уже человек книги. Потому что пророк Иса почитается в исламе не менее, чем на самом деле в христианстве. И вот мусульмане в итоге ждут, что Иса придет. Когда мы были в Дамаске, в мечети, построенной Амаятами, мечеть Амаятская, мечеть так называемая, во времена халифата, нас муфтий подвел к одному из минолетов, там лежит коврик. И он сказал, что вот этот коврик для пророка Иса стерится. И когда конец времен придет, пророк Иса придет и на этом коврике помолится. То есть мы видим, что у нас очень много общего, о котором мы не знаем. это в религии. Но и не только в религии, но также и в нашем прошлом, в нашем настоящем и нашем будущем. Очень много общих моментов. Вот вспомним историю и Великой Отечественной войны, вспомним историю дореволюционной России, когда для мусульман, для героев, для воинов мусульман, существовала своя система наград. Не Георгиевский крест вешали, да, а другую награду есть. Было уважение к религиозному возрению. И мусульмане, и христиане вместе защищали наше священное Отечество. Вспомним войну 1812 года, когда башкиры со своими луками, всадники, наводили ужас на французов. Просто наводили ужас на них. И тоже мусульмане, и тоже воевали, и тоже защищали наше Отечество. И в Париж они тоже вошли вместе с казаками. Давайте мы смотрим на нашу казаку. Вроде бы народ, русские воины, на самом деле там очень много было смешения, там были и тюркские факторы. Тюркский фактор имел огромное значение. Вот казаки, они юрты в Париже разместили, юрты. Такие же юрты, как в Киргизии сейчас размещают. Как печерут народу. Средний Альцин. То есть мы видим настолько проникновение культур. И в религии, и в культуре, и во всем. И поэтому говорить, что мы не братья, что мы чужие, это не совсем правильно. И мы должны любить друг друга, и помогать друг другу. И намерка Азраса сейчас расскажет о том, как сейчас такое взаимодействие здесь в Петербурге осуществляется. Межрегиозное, межэтническое такое взаимодействие. Он вам это все расскажет. Как диастуры работают. Ну не только. На самом деле, зачастую они работают, ну так, до галочки. Но работа ведется и на другом уровне. И то, что мы здесь с вами сегодня собрались, а вчера на другом объекте собирались, это свидетельство того, что вы не чужие. Вы братья для нас. И видите, даже сегодня такая ситуация возникла, что я так узнал, что вы не пообедали. Я говорю, идите обедайте. Потому что нельзя, чтобы на голодных животных вы сидели и ждали, слушали вас. А потом еще не пообеду и работа началась. И в коем случае, все для вас. И главное, что мы должны знать друг о друге. Помнить, что мы братья. Так было, так есть, у нас всегда. Спасибо. Вновь пришедшие. Саламу алейкум, архитархи, буракату. Уважаемый братец, поистине, отец Дмитрий завернул такую важную тему, как способность друг друга не просто слышать, не просто то есть слушать, но и слышать друг друга. И тогда люди могут разговаривать об одном и том же, но разными языками, и поэтому им кажется, что из этого вопроса невозможно извлечь выгоду, либо невозможно прийти к какому-то соглашению. Когда вы приезжаете в страну, в любую страну, будь это Россия, или даже кто-то едет на хач, в Мекку, он все равно пытается несколько слов выучить на местном языке, чтобы уметь довести самые первые свои потребности. Это кушать, это как найти дорогу, как найти ночлег. То есть элементарный вопрос безопасности человека нуждается в правильном доведении информации. Поэтому и существует экзамен на русский язык, чтобы человек готовился. важен не экзамен, а важен процесс обучения, потому что в процессе обучения происходит диалог между обучающимся студентом и обучающим учителем. Он посредством языка ответов дает тебе не просто технические навыки разговаривать, но и передает ментальной страны. Это слово означает вот это. Вот это слово нужно говорить не с повышенной интонацией, а то это уже будет считаться угрозой, либо наездом. То есть мы знаем, что язык он нам помогает, если мы его правильно используем. Во всех небесных писаниях, будь то Тора, Евангелие или Кур'ан упомянут Муса, алейхиссалям, Моисей. Когда он ушел из Египта, бежал из Египта, Аллах велел ему вернуться обратно в ту страну, из которой он убежал и призвать к ответу перед Богом самое, можно сказать, высоковерное существо, которое жило на просторах земли, фараона, который сказал, я ваш Господь, я решаю, кому жить, кому умереть. И Аллах велит простому смертному, иди и призови его к истине, скажи ему слово мягкое, может быть, он образуется, образумится и вернется с того, на чем он находится. Даже к такому созданию Аллах высылает не воина, а проповедника, чтобы он мягким образом довел на человека, учитывая степень человека, намеренно обращаться к нему в соответствии в своем положении. И пророк Муса просит поддержки у Бога. Это нормально, просить у кого-то поддержки в своем деле, но он просит не воинства, не ангелов, не чудеса, он просит лишь одного. «Ох, люди, оптатами, лесями, яфка, букаули, лавак, убери болезнь с моего языка», он немного шепелярил, когда говорил. Облегчивает мне мой язык, чтобы я мог правильно доносить информацию и чтобы люди обращали внимание на смысл моей речи, а не на язык, как я об этом говорю. Иногда мы способны принять информацию, если начальник скажет. Но когда равный нам что-то говорит, либо ребенок говорит, мы говорим, «Эй, поживись наше». Но истину мы должны воспринимать из любого рта. Но у людей свои свойства, они дают иногда вес степени человека, его статусу, как он выражается. И поэтому, если двое из вас придут, один будет изъясняться ясно, четко, аргументируя свою позицию доброжелательно, с улыбкой, он будет услышан. Кто же будет эмоционально просто требовать свое и призывать к ответственности собеседника, конечно же, может родиться противостояние. Поэтому очень важно, читая небесные книги, общаясь с умными людьми, с учителями, учить язык, манер передавать свои потребности. Если ты хочешь быть услышан, ты должен это сделать в паровых рамках, соблюдая этикет этой страны, этикет этого народа. Быть одним из них, и ты будешь услышан. И такой пример, уважаемые братья, мы живем в той стране, которая принимает много людей и на этом возможно заработать. Это то, чем вы занимаетесь, это действительно халяльный, благородный труд. Вы строите жилище для людей, которые будут жить, и иншаллах, это будет еще садахатуль джария. То есть ваше дело будет жить в веках, и вложенный труд он будет приносить пользу другим. Это очень важно. Многие из вас приехали заработать деньги, чтобы помочь своим родственникам. Это очень хорошее намерение, высокое. Кто-то зарабатывает махом, чтобы жениться. И тратите на это, иногда год-два, и любые обстоятельства, которые могут вам помешать быть честными, справедливыми, стойкими, мужественными, и вернуться домой героем и с деньгами, облагородить остаток жизни своих родителей, это выше того, выше всяких споров, выше всяких наград, которые вы могли бы получить в узком кругу, сделая какое-то мелкое в масштабах общины геройства. Мы же знаем, что «Эй, айда, на понт берут, давай вот это сделаем». Либо все побежали, а ты чуть не бежишь. Там все делают, давай ты тоже с нами пойди. Человек должен соображать, у него конечная цель вернуться праведным состоянием, быть опорой своим родителям, быть хорошим мужем своей супруги. Все остальное, что мешает, должно быть за границами твоих служений и твоих целей. Самый дорогой махар, который был дан женщине на этой земле, какой он? Вы знаете? Самый дорогой махар, который мужчина был готов отдать женщине, чтобы она за него вышла, точнее отцу махарам. опекуну какой самый дорогой. Это даже в деньгах не выражается. Ребенок? 10 лет жизни. 10 лет труда на опекуна, на отца женщины, чтобы отец женщины увидел, какой он настоящий колын, амин, сильный и доверенный. мус алейхиссалям, когда уходил сегипта, очутился в одной местности, сел в тени дерева вдохнуть и увидел несправедливость. Когда мужчины подошли к источнику воды, а там сидели двое женщин и кормили своих овечек. И вы представляете, как идут мужчины? Шум, гам, смех, они пришли и женщины, скромные женщины, они отогнали своих овец и ожидают, пока вот эти мужчины кормят свой скот и хтылят, и чтобы смешения полов не было. И тогда мус видишь, что говорится несправедливость, и он сам находится в тяжком положении, но все равно он понимает, он должен отстоять справедливость, потому что он мужчина. Он подходит к мужчинам, говорит, ребята, девушки, пусть покоят, потому что до заката солнца надо вернуться девушкам, а вы можете спокойно вечером домой вернуться и ночью. Давайте дадим возможность слабым хаджат покрыть свой. И тогда девушки напоили свой скот, ушли домой и сказали отцу, мы встретили такого путешественника, если ты его принёшь дома, было бы благородным поступок, подплатим добром. Поистине он сильный и телом, и духом, и он говорит заслуживающее доверие. То есть сила настоящего мужчины должна всегда внушать доверие, успокоение всем, кто находится в его, скажем так, ореоле. Он приходит к этому отцу, они общаются, и он говорит я готов выдать дочь замуж, отдать тебе. И если ты 8 лет будешь работать на меня, пасти мой скот, жить и заниматься нашими нуждами, потому что видит мужчина, отпускать нельзя такого. Но если дополнишь до 10 лет, это будет благом от тебя. И Муса алейхи салям 10 лет жизни потратил на хазмет, на труд, на благоустройство среды, понимал ментальность этого племени, изучал их неодатой, и это явилось действительно самым дорогим выкупом за невесту. Вот многие из вас 2-3, ну 5 лет работают, это не просто работа, это с одной стороны и воспитание себя, вы все равно свою страну вернетесь лучше, чем были в том состоянии, когда вы уезжали. У вас уже будут языки, навыки, кто-то освоил новую профессию, вас будут видеть совершенно другого человека. и какие-то мелкие неприятности доказать кому-то, что он выше у него, зачем это не стоит тех благ, которых вы можете потерять из-за этого. Был один пример, у нас все муфти учились в Бухаре, много знаний нам пришло оттуда, аль-хамду-ли-ля, что эта страна, местилище таких ученых, до сих пор там свет. был такой случай, когда у одного шейха было несколько учеников, один был слабый, не успевал учиться, постоянно требовал дай мне времени побольше заучить, побольше еды мне оставить, я очень голоден. Он постоянно нуждался садака, 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 то есть милостыривым отношением к нему. И одно из времен он сказал, я уеду домой к родителям, я чувствую, не могу учиться, отпусти меня, шейх. Он говорит, ладно, я тебя отпускаю, иди. Мальчишка идет домой к своим родителям, понимая, что он не выдерживает тягот обучения, и по дороге видит такую картину. Посреди пустыни хуст небольшой, маленькое деревце, и там раненая птица. Вокруг раненой птицы все истоптано, то есть видно, что она долго там находится. И он думает, как раненая птица не летает, откуда вода, откуда пища, как она вообще выжила. И он все и просто наблюдает. Увидел, как прилетела сильная птица покормила слабую и улетела дальше. И он смотрит, если, говорит, Аллах нашел средства и душу, посредством которой кормит немощную, Аллах ей обо мне позаботится. Весьмилля возвращается и обратно идет к себе в мадресе. Приходит к Шейху, Шейх говорит, мы рады тебя видеть. Но что случилось? Что изменило твое мнение? Я, говорит, увидел чудо. Я увидел, как птица выжила, говорит, в пустыне слабая, потому что прилетала, говорит, другая птица сильная и кормила ее. И я понял, что Аллах милостливый. Я, говорит, поэтому вернулся, я теперь больше доверяю Богу, он меня прокормит. И учитель задал ему лишь один вопрос. А почему ты выбрал положение слабой птицы? Почему ты сознательно себя поставил на месте слабой птицы, что тебе кто-то должен кормить, оберегать? Почему ты не захотел стать сильной птицей? Все зависит от нашего желания. Лишь захотеть вырасти из того состояния, когда тебе постоянно надо. Даже обратите внимание на наши молитвы. Большинство людей и в мечетях, и в церквях, и в синодовых молится. Каким словом Господь дай. Дай здоровье, дай средства, дай невест, дай детей. Это самое распространенное. Мы просим Него постоянно. Второе по значимости дуа какое? Сохрани. Машину пусть не украдут. Мама болится, либо жена, чтобы вылечилась, не забирай ее. То есть то, что у нас есть, чтобы Аллах сохранил. А самое редкое дуа и самое ценное какое? Шукар. Шукар? Хорошо. Да, вы правы. Это и языком, и делами, и закатом мы Аллаху шукар говорим. Но самая великая мольба и самая полезная и самая редкая знаете, какое? О, Аллах прими. Ты что-то сделал, и говоришь, Аллах прими, это ради река святого. Ты кому-то помог, Аллах прими. Вот тогда же Ибрагим и Исмаэль отец сыном, когда строили Каабу, возводили Каабу по приказу Аллаха, они у него просили, Аллах прими это. То есть не просто приказ получил и сделал, мы еще нуждаемся, чтобы Бог принял это все. Потому что многое из-за высокомерия, из-за зависти, из-за показухи может быть отвергнено, ты вроде что-то совершаешь, а результата нет. Проблема в сердце, ни в воле, ни в отношениях, ни в делах. Поэтому очень важно позиция сердца делать искренне, делать в том качестве, насколько ты сам чист и представляешь себя нужным, важным в глазах родителей, в глазах пророка. Был одно время, когда был простой спор, люди спорили, курить это харам или халяль, или мокруг. Много ребят курят, и они говорят, прямого аята нет запрета, но есть запрет на Исрав. Это же Исрав, ты же не пытаешься, не кушаешь сигаретами. Потом запах, ты ведешь себе, ученый, доктора скрывают легкие, там безобразие что творится, человек сам себя убивает, насыхает. Есть люди, которые говорят, не, 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 это, говорит, не харам, не харам, я курю. Простой вопрос, если ты зашел бы в комнату и там увидел бы Мухаммада Саваслян, пророка, и он сидит, курит, как бы ты воспринял? Вот, астахфиллахазрак, ты что такое говоришь? Вот видишь, фитр твоя не принимает, чтобы Аулия, пророк, уважаемые люди курили. Может быть, и тебе подумать над этим? Он говорит, у меня аж мурашки побежали по коже, я никогда не представлял, чтобы пророк курил бы. Тогда и ты поступай так же. Иногда человеку не важны слова, а важно, чтобы он представил ситуацию, он сердцем поймет, не ушами. И когда человек, набожник, было много странствующих людей. И во время Золотой Орды был приказ монастыри, кельи не облагать налогом. Всем священникам странствующим, кто ходил и учил людей писанию, выдавались монголами бесплатно листы бумаги, чернила, перья и свечи, чтобы они могли заниматься своим делом, призывать людей к истине. И вот один из таких людей, когда ходил, увидел огнепоклонника, человека, который поклоняется огню, он к нему подходит, у него истинное знание, и он подходит и говорит, а ты не боишься, что Аллах покарает тебя этим же огнем, будешь гореть сегодня в этом же огне? Он говорит, нет, я ему 20 лет поклоняюсь, он меня пощадит, а ты, говорит, вкусишь от огня. И получается, человек, у которого истина, как он думает, и второй человек, который поклоняется огню, потому что ему рассказали, он в течение всей жизни делать это сделаю. Они поспорили, все-таки огонь пощадит или не пощадит их. И тогда человек, единобожник, говорит, а давай сделаем испытание, дай мне твою руку, и мы с тобой две руки повестим в огонь и посмотрим, кого Аллах пожалеет, один Бог, а кого огонь пожалеет, то, чему ты поклоняешься. Они взяли руки, пожали и повестили в костер. костер не жег обоих. Он не навредил ни единобожнику и ни огнепоклоннику. Они вынули руки из огня и каждый ушел, но с мыслью. Огнепоклонник говорит, о, огонь, я тебе поклонялся и ты меня пощадил, но почему ты не пощадил того? То есть, видите, ущербность человека такая, что ему недостаточно, чтобы его пощадили, ему дали. У него проблема в сознании, а почему другого ты не наказал? Он же не прав был, он же не с нами. Единобожник идет и думает, о, Аллах, ты пощадил мою руку в огне и дал жечь, но почему не сжег его руку? Опять проблема получилась, результатом недоволен, и тогда Аллах дает ему душами, а разве его рука не была в твоей руке? То есть, если бы мы жгли, вы оба бы обожглись. Иногда бывает так, что Аллах щадит, дает возможность исправиться, покаяться людям, пока среди них есть хотя бы один праведник. И Аллах в Коране говорит, я не наказываю села, селения, не обрушаю на них наказание, пока среди них есть хотя бы один человек, кто и спрашивает прощения, пока есть хотя бы один источник истины, который говорит и приводит. Поэтому и нужны вот такие собрания, братья, чтобы была площадка доверия, общения, где вы можете поделиться своими мыслями, у кого-то есть какие-то сомнения, страхи, у нас в организации работает юрист, один раз в месяц можно спокойно несколько человек прийти, он может принять и по имущественным делам, и по гражданским каким-то, то есть, получить юридическую поддержку. В общении с отцом Дмитрием со мной можно получить информацию по религиозной тематике. Труд у вас очень благородный, но в каждом труде нужна подпитка, поддержка, чтобы цель твоя никогда не сбивалась. И когда сподвижники пророка Мухаммада, да благословище приветствуют, вошли в Мекку, они обратились к нему, нас долгое время ущемляли и не пускали делать обход вокруг Кабы, а теперь Мекка наша, давай теперь мы по рассчитану запретим, пусть они Талаф не делают, они же, говорят, нам запрещали, и тогда был несправедливый аят. Пусть несправедливость людей в отношении вас не вызовет у вас злоба несправедливость в отношении них. То есть, они не ваши учителя. Никогда нельзя отвечать злом на зло, силой на какую-то несправедливость в отношении тебя. Всегда нужно искать паровый способ решения проблемы. А для этого им нужно понять, посоветоваться с более умными людьми и всегда больше, чем мы думаем. И они аль-хамдуля доступны и всегда готовы прийти на помощь. На Пискаревском кладбище около 7 тысяч выходцев с Узбекистана лежат во время войны, которые положили своей жизнью защищать Ленинград. Вот ребята с Азии, с Кавказа, где бы они ни оказались, где у них есть кров, где бы у них есть пища, где бы у них есть близкие люди, это становится для них родиной. И они готовы для себя защищаться. У вас аль-хамдуля очень хороший руководитель. Человек, который аль-хамдуля смог выстроить вот этот бизнес, он часть из заработанных денег, которые вы помогаете ему зарабатывать. Он уделяет разным благотворительным акциям, заботится о ветеранах, о детях войны, устраивает мероприятия, работает в плане того, что людям доносят, какие должны быть герои. У наших детей, у кого, кто такой герой? Человек-паук, спайдер-мен, железный человек, весь Марвел это герои, они смотрят, но они понимают, они никогда этих степеней не достигнут. А разве нормальный строитель не герой, который разбирается и в электрике, и в сантехнике, и в этом, который здесь профессии знает, разве он не герой нашего времени? МЧС них, которые люди спасают, разве не герой нашего времени? Люди, которые свою жизнь, здоровье, время отдают, защищая границы России, разве они не герой нашего времени? Вот доносить до людей, что герои должны быть из нас самих и достижимое их негеройство, вот это очень важно. Потому что люди иногда хотят чудес, чтобы Бог спустился к ним, либо ангел с книгой, а когда видишь, что какой-то алкоголик, либо вор просто оставил свое, и приходит в мечеть, либо в церковь, молится и дает собака, разве это не чудо? Человек полностью свою жизнь поменял, а людей в этом чудо не видят, им нужно чудо Копперфилда. полетал, через стену прошел, вот эти детские игры, а на самом деле, братья, чудес очень много, и то, что вы оказались сегодня в этом месте, вот в этом кругу, это тоже чудо, что Аллах предупредил именно акву брать, веру брать в этом месте, халяльные средства именно в этом месте заработать. И всегда относитесь благожелательно к тем людям, которые предоставляют вам любую возможность. Даже отец Дмитрий давай накормим ребят, прежде чем занимать их вечное время. Даже в этом случае всегда идет милость. Когда встречаются умные люди, неважно какой они религии, важно то, что они собрались на благе, и даже когда они расходятся, они расходятся ради блага. Каждый возвращается к своей ответственности. С вашей стороны, уважаемые братья, если есть какие-то вопросы, может быть, на подстве нам мы приняли такое намерение обойти побольше ребят, которые работают на стройках, поговорить, пообщаться и услышать ваши проблемы, услышать и ваши советы, чтобы сделать ваш труд более удобным, безопасным для вас, и чтобы отношения в коллективе, я знаю, в коллективе отношения всегда хорошие. Мы знаем исламские принципы, они те принципы, которые поддерживают именно гуманистическое начало в человеке. Но они не должны замыкаться лишь в отношении других мусульман, других братьев, их должны видеть и представители других религий, и христиане, и атеисты, пусть видят, насколько сплочен коллектив и насколько ответственны отношения к труду и к заботе над материалом, над веренным вам имуществом, над вашим свободным временем, чтобы даже свободное время, оно бы укрепляло вас для последующего дня труда. Поэтому и говорят, сон ученых это тоже поклонение, потому что они не просто спят, пришел, уснул, он ложится спать с намерением остыть, наполнится силами для завтрашнего благого, трудоемкого дня. Поэтому пусть у вас будет только хорошее намерение, и все вокруг, что есть с головой, будет вам помогать, а все плохое, от этого сам Господь посредством и нужных мыслей, нужных правильных идей, друзей, советов будет вас обязательно оберегать. Можно я еще несколько слов скажу? Тоже хочу рассказать о том, как не только вот здесь когда мы готовы вам помогать, принимать вас, хочу сказать, как меня принимали в Москве. Я в Стамбуле как-то прожил месяц. Милые проекты прошли, остался, жил в гостинице, но я каждый день ходил для лечения, суримония и в мечеть, голубая мечеть так называют, Султан Ахмед, Султан Ахмед. Вот. И я ходил в эти две мечети и каждый день я вот подходил к могиле султана Сулеймана Великолепного из сериала я подходил и благодарил за то, что эти люди когда-то построили такой великий город, такую великую цивилизацию в Турции. Почему? Потому что Турция на самом деле она во многом сохранила в том числе и древнее византийское наследие. Даже вот берем собор Святой Софии в той час мечели вот там есть крески которые сохранились они их не уничтожили нет они их замазали просто замазали сохранили для нас наследие древней цивилизации. То есть о чем это говорит? О том, что было некое взаимопроникновение султан есть такой титул умерющий император Ромеев и он Константинопольского патриарха тогда поставил управлять всеми христианами в империи. Это было. И вот те древние храмы которые сейчас сохранились в той же Каппадокии это храмы которые которых служили вплоть до того момента как пришел Ататюрк. Ататюрк уже религию он и мусульман гнал и христиан гнал христианского средства вообще Грецию переместил а вот с имамами он очень плохо поступал запрещал носить челму и видит имам идет он мог просто прибить человеку гвоздем голову забить еще то есть вот так и боролся с религией сейчас этого нет слава Богу Турция стала духовной страной там каждый день люди во время обеда идут на намаз каждый день как был свидетель и я себя чувствовал в этой стране просто прекрасно я ходил в это время в мечети просто посидеть просто присутствовать во время молитвы я буду очень христианином доходить ничего потому что все равно Бог у нас один и Его ворокят божественное действие по всех нас и однажды я тоже привез с собой мусульман и мы зашли в православный храм на богослужение и они тоже сидели то есть взаимоуважение был на богословской конференции тоже в Стамбуле вот она проходила в медерсе я жил в медерсе вот и однажды мы пошли на встречу с христианами и я вот беру книги которые мы там обсуждали и говорю что вот здесь вот говорится о христианах они даже сами не знают что говорится о христианах и положительном что их учитель которого они изучают говорит положительным христианам вот видите интересные вещи и то что мы сейчас с вами общаемся разговариваем это тоже показатель того что мы действительно близки друг к другу и давайте искать то что нас объединяет а то что а то что нас разделяет оставит где-нибудь там за бортом за бортом и так будет проще так будет лучше всего а вот то что когда приходят и говорят вот приехал в Россию да соблюдай правила здесь ходи здесь не ходи иначе депортируешь там и прочее то есть без любви это делают вот таких людей конечно надо в смысле соблюдать да но это не значит что эти люди относятся к вам как братья они к этим людям надо снисходительно относиться и вот когда бывают конфликты какие-то как это называется бытовые конфликты иногда стоит даже снисходительно вам относиться к ним просто снисходительно потому что эти люди не понимают где они живут что они русские что они христиане они этого не понимают и для нас вот они те кого надо так же учить а вы для нас брать они читают пускай как угодно они в начинстве а для нас вы брать настоящих русских настоящих христиан спасибо и к слову то что и в священных писаниях люди относятся к представителям другой религии сбережно и сохраняя их имущество вот здесь на тирочной есть храм свят преображенский собор по-моему называется вот там прям круговой перекресток и он перекресток как раз вот этот круг вокруг храма забор этого храма состоит из чугунных решеток и чугунных пушек и на всех этих пушек стоит османская тугра это османские пушки вот представляете стоит церковь а забор полностью да состоит из пушек мусульманских пушек османская империя и везде там тугры и шахады есть и тугры то есть тугра что означает подпись султана то есть его печать где его имя там нарисовано вязью и указана его должность вот интересно вот есть книга мусульманский петербург очень много в петербурге мест связано с исламом с исламом и с мусульманской культурой очень много мест посещая которых вы можете почувствовать что в этом городе есть мусульманский дух даже обладатель вот этих знаний этих земель Фёдор Олегович Туркин он помог соборной мечети застелил полностью коврами то есть люди приходятся и молятся на коврах которые пожертвовал христианин и нам мусульманам разрешено кушать и пищу мясо зарезанное христианином и евдеем и пользоваться их посудой то есть из которой они сами едят поэтому общего я бы сказал принципов общежития как вместе жить их очень много они написаны и в домострое они написаны и в священных писаниях важно просто знать собирать знания в этом направлении люди иногда имеют несколько дипломов имеют хорошую машину но адаба нравственного отношения к себе подобному человеку нет знания почему-то думают он возвышает его делают его право повышать голос либо указывают не советуют а указывают это неправильно это ущемлённость ущербность человека и поэтому если вы такое видите в отношении себя это нисколько вас не умаляет это понижать степень этого человека не только в ваших глазах но и в глазах его же подобных человек обладающий образованием деньгами положением должен правильно себя тоже уметь вести иначе вся его деятельность не стоит всех этих наград и признаний каким путем они были заработаны уже понятно поэтому если видите в отношении себя несправедливость понимаете вы видите её не от учителя вашего этот человек сам нуждается на сыхате сам нуждается может быть ему самому тяжело от его скверного характера от такого поведения может быть даже любящие его люди супруга либо дети сами страдают от его поведения поэтому то что относится к вам это не означает потому что вы такие этот человек может быть таким поэтому с вашей стороны снисходительность отпустите его салат Аллах рассудит либо простит либо накажет Но это не находится в вашей власти. Ваша власть это вверенное вам имущество, ваше рабочее время, свободное время, которое вы тоже должны с достоинством тратить. Машаллах. Ближайший ко мне, брат, мой телефон, ватсап, иншаллах. Если будут возникать какие-то вопросы или просто захотите пообщаться, побеседовать, пишите, набирайте, иншаллах. Будем с вами на связи. Эта встреча лишь начало наших отношений, иншаллах. У меня, если будут какие-то вопросы по отношению к вопросам христианства, я буду обращаться с советом к отцу Дмитрию. Он тоже постоянно на связи. И мы, когда представляли себя, вот он тоже сказал, что как бы как священник не говорит, мы общественники, мы люди, которые любим людей, работаем с ними и пытаемся в этом мире, в котором, к сожалению, много несправедливости, зажечь небольшой огонек надежды в людских сердцах, чтобы понимали, что необязательно идти за Богом и в мечеть, и в храм. Иногда люди оттуда приходят и к вам, на рабочее место, на место отдыха. Время мы, нам данные уже использовали. Так что благодарим вас за то, что смогли уделить время. Просим Всевышнего, чтобы оно было вам на пользу. И нам, в первую очередь, чтобы наше намерение подогревалось и доброжелательностью с вашей стороны. Рассказывайте братьям, что вы услышали, что увидели, как посланник Аллахаси вам говорил, пусть хорошие вещи тоже распространяются. Может быть, у руководителя будет какое-то назидание, наставление. Нет, все хорошо, все отлично, поэтому большое спасибо вам за просмотр. Время, я надеюсь, что эта встреча не последняя, поэтому надеюсь, что мы, конечно, в итоге продлимем. Хорошо, Аллах Всевышний говорит, соперничайте друг с другом лишь в одном, в благодеяниях. Кто из вас лучше по благодеяниям? Это то, что действительно в этом нужно соревноваться, чтобы воспользоваться возможностью, которую тебе Бог дал и люди предоставили. Если ты смог это осуществить, ты среди них Амин. Амин – это первое название, первое качество пророка Мухаммада до неспослания пророчества. Он был Амин, то есть достоверный. Люди не боялись его. И когда пришли люди и спросили, а кто такой мусульманин? Пророк Мухаммад объяснил, кто такой мусульманин. Он не стал говорить, что это хад, что он должен сделать, чтобы борода у него была, чтобы только халяль кушал. Нет, когда его спросили, кто такой мусульманин, он сказал, это тот, от рук и языка которого люди чувствуют себя в безопасности. Из Гикиши, Аулия, он даже муку не обидит, потому что он выше этого, выше обид, выше разладов. Он пришел в этот мир ради мира. И поэтому люди, если тебя видят, улыбаются, ты их не пугаешь, общение с тобой их вдохновляет, ты настоящий мусульманин. То есть преданный Богу всем телом и душой человек. И от тебя должно быть только благо. И еще один момент. Смотрите, я в Москве занимаюсь как раз тоже вопросом миграции. Я состоял в общественном консультативном строительстве управления федеральной инновационной службе по городу Москве. Сейчас стою в комиссии, в профильном комиссии, это главный национальный суд для правительства города Москвы. Вот мы часто выезжаем, как это организовывается в Москве, по числению. Я это считаю неправильно. Вот свозят в какой-то зал автобусами, как же рабочий. Парамон стоит тут, то есть такое ощущение, что он с лагерем. Здесь такого нет и никогда не будет. Мы братья, и мы должны это понимать, что мы действительно не хотим. Ничего не обязываем, диктовать вам что-то. Мы хотим, чтобы у нас был диалог. А когда там кто-то стоит, когда кто-то свозит, но людям не дают есть передречь. Мы с той же образом работаем. Это неправильно. У нас другие подходы. И вот те ошибки, которые наши предшественники совершали, мы будем их избегать. И будет все хорошо. Спасибо вам. Спасибо. И небольшое наступление просто. Есть YouTube-канал, где я веду разные разъяснительные темы. Иншаллах, подписывайтесь. Через минуту тоже можно вопрос задавать. Приуроченных к одним защитникам Отечества, я хотел бы обратить ваше внимание к величайшему историческому событию в Великой Победе Советского Союза, в Великой Отечественной войне. В смысле, и вместо эроли, духу, научно-богословское, и к представителям разных религий и пунктов, в условиях современной российской действительности, чрезвычайно актуальны. Мотивом к освещению подвигов воинов тогдашних республик Советского Союза, в основном мусульман, в целях напоминания всем нам о вкладе в общую победу представителей национальных республик, стало мое знакомство с просветительской деятельностью межрегионального общественного патриотического движения «Вечно живые», которое представляет собой, по мнению авторитетных лиц, краеугольный камень в патриотическом воспитании молодежи и сохранении исторической правды. Благодаря учредителю и председателю Совета этого патриотического движения Федору Олеговичу Туркину и членам организации сохраняется историческая память о подвигах героев, с успехом организуются различные мероприятия, направленные на духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Проводится работа с участниками Великой Отечественной войны, которым также оказывается поддержка и предоставляется возможности культурного досуга. Здесь, ведя вот этот канал, я просто освещаю вопросы, связанные именно с братьями-мусульманами, которые находятся в России, в основном в Ленинграде, это узбеки, киргизы, таджики, казахи. Их мне быт буду освещать, то есть выступать за то, за вашу духовную безопасность, за суверенитет нашей страны, чтобы посредством каких-то мыслей, идей, через братьев, работающих на стройках мусульман, не проникали в разные деструктивные идеи. Это очень важно, не стать инструментом в чужих руках. Но мы мужики, мы способны с этими проблемами справиться. А если нас в какую-то проблему постоянно тычут и говорят, надо эту проблему решать не путем реформы, а путем революции какой-то, это неправильно. Это тебя просто подводит очень сильно. И наши близкие не хотят, чтобы мы попадали в какие-то истории. Поэтому спасение утопающих, сделай рук, самих утопающих. А поскольку мы с вами все в одной стране, в одной команде, разговариваем в одной языке, это наша общая проблема. Мы все в одной лодке. Поэтому мы должны заботиться друг о друге, защищать свои интересы и в то же время не поддаваться на провокации. Поэтому посредством этого канала тоже можем общаться. Какие-то вопросы есть, хотите обсудить, хотите, чтобы это было на всю страну в интернете заявлено. Сделаем хорошую публикацию, хороший ролик, пустим это, чтобы действительно отстоять истину и наши позиции, если они находятся в правовом поле и в наших нравственных ценностных ориентирах в России. Ну все, больше не смеем вас задерживать. Джизаку Лохайя, спасибо, что время уделили. Спасибо. 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 Продолжение следует...